Музыка 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Внимание! Все разместились, всем удобно. Дорогие друзья, сегодня мы собрались 26-й раз. Есть люди, которые 26 лет подряд участвуют в нашей встрече. Есть, которые немножко меньше, но во всяком случае не было ни одного года, когда бы наша встреча не состоялась. Даже в тяжелый год, ковидный прошлый год, военный этот год, мы все равно нашли возможность собраться. Два слова о Институте физкультуры. Это первое название ЛГИФ, Университет Львовский, Национальный университет физкультуры и спорта, как он сейчас называется. Благодаря которому большая часть участников встречи здесь, некоторые, к сожалению, уже ушли из жизни. Со временем наша спортивная команда обросла коллегами из других водов страны, поэтому на сегодняшний день у нас состав команды соответствующий современному профессиональному командному спорту. То есть у нас есть и львовяне, и не львовяне из бывших республик Советского Союза, руководители спорта, тренеры, спортсмены, арбитры, журналисты. Я хочу сказать вам, что год, этот год, тяжелейший год, у нас на Украине идет кровавая бойня. Наш союз как мог участвовал в поддержке нашей родной страны. Мы участвовали в демонстрациях, оказывали финансовую помощь, переводили деньги на приобретение. Некоторые из нашей команды ушли на фронт. Есть человек со Львова, футболист Фиалко, который погиб там, в Украине. Мы принимали спортсменов, спортивные делегации Украины по различным видам спорта. Это легкая атлетика, фехтование, дзюдо, художественная гимнастика, водное поло. Не скажу, что союз спортсменов наш финансировал все эти мероприятия, финансировали федерации, но все это было за счет израильских федераций по видам спорта. Наиболее близко мы познакомились с командой легкой атлетической, приезжали на встречи с ними. Сегодня мы на экране увидим выступление тренировки спортсменов и выступление мнения спортсменов и тренеров по поводу войны в Украине. Я хочу, учитывая, что идет прямая трансляция, я давал сегодня объявление в фейсбук, Саша мне прислал ссылку, нас могут видеть в Украине, во всех странах мира. Поэтому я хочу от себя, от вашего имени передать привет родному, в первую очередь, Львовскому институту физкультуры, Львовскому национальному олимпийскому комитету, Львовскому фаховому колледжу развития физкультуры и спорта. В прошлом году Давид Нетис приезжал во Львов и привез знамя национального олимпийского комитета. Мы на фоне этого знамени сфотографировались. Привез много львовских приветов, сувениров, подарков. У нас на столе стоят флажки нашей сегодняшней страны и нашей вчерашней страны, но незабываемой страны Украины. И я думаю, что мнение, общее мнение, что наши страны, особенно на сегодняшний день, находятся в таком положении, что мы должны очень дружить, контактить, не голосовать друг против друга, а наоборот помогать, чем можем. Но это, конечно, дело больше политиков и чиновников, а то, что от нас зависит, мы, думаю, будем поддерживать, присоединяться и стараться помогать. Хотел бы назвать три фамилии во Львове, которым мы хотим передать привет. Это ректор и в лице их этим коллективом. Это ректор Института физкультуры Евгений Никодимович Преступа, профессор, руководитель национального олимпийского комитета профессор Юрий Турянский, руководители Пахового колледжа физкультуры и спорта. Это Степан Родок и Оксана Ватсеба, с которыми мы находимся на постоянной связи, обмениваемся, перезваниваемся. Хотел бы, учитывая, вы, наверное, кто в интернете часто бывает, видели, что я много делаю поздравлений. Многие люди присутствуют здесь, из которых я поздравляю с праздниками, с юбилеями. Многие отсутствуют и даже, может быть, никогда не были в Израиле, но это люди из спорта, наши знакомые, друзья, коллеги. Я хотел бы всех вас в этом году, почти что у всех уже состояли день рождения, осталось нам фактически полтора месяца. Я хочу вас поздравить с прошедшими юбилеями и днями рождения, с вашими семейными праздниками. И заодно два слова, в этот сегодня день рождения у ее здесь нет. Олимпийская чемпионка 60-го года Римской Олимпиады. Куревич Лысенко, победительница Бегина 800 метров, 11-кратная чемпионка Советского Союза. Сегодня исполняет себе 86 лет. Она не смогла сегодня быть здесь, но я хотел бы, если она нас смотрит или ей передадут, тут у нас есть тренеры по легкой атлетике. Кстати, муж ее был очень ответственным работником Федерации баскетбола Украины Гуревич Витя, прекрасный баскетболист, а невестка, игрок сборных двух команд Украины и Израиля. Инна Гуревич. Хочу, хотим поднять по традиции траурный тост за ушедших, погибших в борьбе Украины с фашистской Россией, не только военных, но и гражданских, женщин, детей, стариков. Также общий тост, присоединимся мы в список наших коллег, которые ушли из жизни здесь. Последний, кто ушел из жизни, это был 1 января этого года ушел из жизни мой отец, Борис Алович Самалашвили, известный тренер и специалист баскетбольный. Буквально недалеко раньше немножко ушел из жизни проректор нашего института, Гелий Антонович Васильков. И незадолго до этого ушел из жизни наш огромный друг, всегда участник наших встреч, золотой голос, многократный чемпион мира по пауэллифтингу, Григорий Рубин. В их лице я хочу помянуть. Мы хотим помянуть тостом. Прошу всех встать. И Борис Болодарский прочитает фамилии наших коллег, которые ушли из жизни здесь, в Израиле. Вы помните, это уже стала наша традиционная традиция начинаться в нашем встрече, помянуя ушедших. Михаил Вейсфридт, Лев Гитлин, Изя Быховский, Леонид Гельфан, Григорий Вайнштейн, Яков Баракас, Абрам Горфинкель, Давид Зельдес, Владимир Гитлин, Ярослав Рысь, Семен Вайсман, Игорь Гонорецкий, Лев Кагарлицкий, Юрий Колидов, Арнольд Рысин, Геннадий Ригер, Роман Окуп, Борис Мельник, Эльвирия Липман-Арбузова, Елена Кардашова, Анатолий Липов, Гелий Васильков, Григорий Рубин, Борис Самалашвили, Лев Шейдерман. Спасибо. Прошу выписать ушедших. Присаживайте, закусывайте, отдыхайте, слушайте иногда меня. Программа у нас большая. Давай. Посол Украины в Израиле, Пан Корничук, подписал письмо, я вам сейчас прочитаю текст письма, обращение к нашему союзу спортсменов. Шановные члены спилки спортсменов и тренеров и выходцев из Украины. Цей рік стал трагичным роком в истории современной Украины. Адже, именно 24-го, 22-го року, Россия начнет полномасштабное вторгнение в Украину. Незважившись на здобуту независимость в 91-м году, украинцы продолжают бороться за нею и в 21-му столетии. Мне приятно вітати участников вашей спилки на щоречні зустрічі. Важливо, что вы чувствуете свой тислый связок с Украиной, помогаете украинцам и цей важкий час. На жаль, ситуация в стране очень важная. Молодые спортсмены не имеют возможности продолжить свои тренировки и подготовки к международным соревнованиям. Вы, как признанные спортсмены и тренеры, понимаете важность безпереребности этого процесса. В связи с этим мы будем вам очень благодарны за активную помощь и взаимодействие с разномагнитными спилками спортсменов и тренеров в Украине. А же саме сейчас украинцы из всего мира объединятся и постягивают руку до помощи своим співвечистникам и становятся теми, которая помогает украинцам выставить против загадки. Я верю, что даже маленькие кроки и помощи с вашей стороны могут стать достаточно важными для украинских спортсменов. Ваш опыт матиме бесстенный влияние на развитие спорта в Украине. Мы вам безмежно благодарны за внесок в историю украинского спорта и верим в победу Украины. Надеемся на мир ваших стран. С повагой посол Украины державе Израиль Евген Корничев. Слава Украине Слава нації И каждому ведомую продовжу. И напомню немножко вам о нашем родном Львове. Когда-то я вам каждому раздавал участникам. Называется «Львовское Попуги». Я позволю себе прочитать. Особая культура колорит любую старым Львовом. Неповторимые черты отмечу чисто наши. Богатый лексикон ласкает файным словом. Добро пожаловать будь ласка и бшепрашен. Я Львов старинный в памяти храню. Юра собор Цвентар Лычака вспоминаю. Уехал за Бугор, но как я Львов люблю. Друзей коллег я в мыслях обнимаю. Вагончик маленький австрийский по старой узенькой колейке вверх по франко везет билет Алтын аж три копейки. По каменной тропинке вниз цветы деревья справа слева тут рай Эдем любой каприз в райских кущах Адам и Ева. Как живописно озерцо тут ивы плачут над водою русалка прячет в мох лицо фонтанчик в небо бьет струею здесь стая гордых лебедей нашла пристанище зимует корм принимает от людей в знак благодарности кликует в тонклике музыка балета изящность тонких форт ишей и мая нежная одета в наряд лебяжий пух одета и автор гений хоть и гей экскурсия по центру Львова приятный гранитный Ленин в глыбе Вова а рядом памятник поэту Адам Мицкевич был еврей не всем деталь известна это вот детский мир пассаж и арки любили покупать подарки чуть дальше старый милый Жорж Бальзак с возлюбленной Валевской в нем посещали кабаре шампанское рекой лилось пока не умер Наш дом 15 на 16 квитня парадный вход по черному направо тяп-тяп встречает чаруш лаем хрипким а как давно все это было право тут из подвала пахнет крысой и картошкой а старые ступеньки завиты в кружева скрипят кряхтят и музицируют немножко этаж четвертый квартира 8А вот скрипка дребезжит фальшивит жалко просит целковый из балконов нищему бросают а нас по проходным игра войнушку носит жаль эскимо за рубль 10 быстро тает лесной массив чудесный сквер костюшка все утопает в дивных свежих красках вот дремлет на скамеечке старушка гуляет мамочки с младенцами в колясках а вечером в дубовом грязном лето в открытом парковом дешевом ресторане едят под водочку селедку и котлеты путаны офицеры и цыгане я по аллее лестничной спускаюсь площадка детская а справа есть беседка на фото старом мама я соседка а сколько лет прошло припомнить я пытаюсь прошу прошу всіх подивитись на екран я називав призмище сьогодні Мирослава Сколоцька це тренер збірного країни з легкої атлетики Львянка коли ми були тут вони були на зборах тут в Ізраїлі я Нетіс Давід Борисов Ладальськ і ще кілька наших тренерів були в гостях делегації спортивної країни зустрічались обмінялись сувенірами презентами зараз я хочу щоб ви послухали що скаже Мирослава Сколоцька і її учениця яка приїхала із Бучі ви знаєте що це це вже ім'я нарицативне Я Мирослава Сколоцька тренер з легкої атлетики місто Львів працюю в львівському коледжі фаховому коледжі спорту закінчила львівський державний університет фізичної культури в 94 році вже 30 років я працюю тренером з легкої атлетики ми приїхали в Ізраїль сюди частина нашої національної команди за запрошенням Ізраїльської федерації федерації легкої атлетики для подальших можливих тренувань так як в Україні ми зараз не маємо можливості тренуватися в Україні з 24 лютого 2022 року йде активна війна яка пов'язана з агресією Росії на нашій території в нас є оголошений воєнний стан який триває вже два місяці ми не маємо можливості готуватись тренуватися але ж члени нашої національної збірної наші атлети мають вже доступ дозвіл для участі в чемпіонатах міжнародних змагань таких як чемпіонати світу чемпіонати Європу Європи тому ми дуже вдячні Ізраїльській федерації яка надала нам можливість готуватися тут на спокійній території в нас є члени збірної команди віку 20 до 20 років до 23 і дорослі є дві майбутні учасниці чемпіонату світу серед гюніорів до 20 років це Олєннікова Марія і Кримаренко Вероніка які мають вже внутрішній новотип для участі зараз який відбудеться в Колумбії місто Калі в липні 2022 року ми маємо можливість тут підготуватись до цих змагань звісно якщо наша команда будь-яка можливість виїжджати на ті змагання тому що виїзд команд гіпоатлетики всіх видів спорту України є важкий фінансово зараз і важкий в плані збору команди тому що всі спортсмени наші готуються зараз в різних країнах але далеко на всіх територій мали можливість виїхати мали можливість вибратися з країни є багато атлетів які залишилися на територіях окупованих і відомих атлетів які не змогли виїхати і також багато наших атлетів вимлюють на фронтах в армії і зараз знаходяться в активних боєвих діях в першу чергу мали можливість свої хиті жінки і хлопці до 18 років загалом ми надіємося що війна в Україні не буде тривати довго і також ми віримо і молимося за наших людей які будуть помирати кожного дня і віримо що ці гомбардування мирних жителів мирних міст вони припиняться і ми зможемо жити спотійно жити в мирі в нашій країні Здравствуйте мене звуть Тетяна Пташкіна я член зборної України з легкої атлетики я знімаю стріним пішком я действуюча чемпіонка страни і призерка чемпіоната Європи среди молодих дружинів на данний момент Россія вторглася війною в мою страну і у мене нет возможностей не тренироваться не выступати на основах а також спокійно жити я хочу сказати спасибо Ізраїлю сказати спасибо Ізраїльській федерации легкої атлетики за возможность предоставлену находитися в безопасном месте можна згодовитися к міжнародним соревнованням моєю целью на цей сезон является чемпіонат Європи в Мінхені в конеці августа також я хочу сказати що я бігу дважды від войну тому що я родилась в Луганскі це восточна части України і з 2014 року ця територія є оккупування Росією і незаконно непризнанно мировим обществом ЛНР так називаємо і в 2014 року я і мої друзі були вимаги собратися свої віщі і покинуть дом тому що ми хочемо жити в Україні ми не хочемо російського міра на території своєгорода своєгорода і в моєї житні тим більше також спустя нескільки року я і мої друзі ми переехали в Київ ми приотвали себе недвіжімость в Буці і спустя нескільки року якщо зайдіть в інтернет то сами можете увидеть що Росія творить в Буці тому тяжко то есть сами понимаєте какое отношення лично у мене к этой війне к представителям российської власти і армии буде щеток то я Dulе війне нового ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Внимание! Очень интересная тема. Прошу внимания. Недавно спортивное общество «Динамо» и футбольный клуб «Динамо Киев» отмечали свое 95-летие. Среди нас есть известные «Динамовцы». Ну, мне очень близок баскетбол. Мы сейчас выясним насчет «Динамовской» принадлежности и у других участников встречи, к какому обществу они принадлежали. Во всяком случае, тут присутствует Лизерович Лена, девичья фамилия Петрик, игрок сборной команды Украины и Советского Союза, игрок «Динамо», женской баскетбольной команды «Динамо Киевской Динамо». Здесь присутствует Вика Рудовская. Могу похвалиться, что какое-то время Вика играла за львовскую команду ДСК. Собственно, это был очень важный период в ее жизни, потому что в игроках «Динамо» она выросла из команды ДСК «Львов». Ко всем ее заслугам относится многолетняя болельщица футбольной команды «Киевского Динамо», которая очень часто бывает на играх с этой командой, за границу ездит, встречается, близко знакома с игроками. Есть много фотографий, если нам удастся сегодня показать эти фотографии, Шевченко и так далее. Я могу еще сказать о «Динамо» в цахлевских, которые играли за «Киевской Динамо». Это Андрей Баль, капитан сборной команды Советского Союза, кстати, который много лет играл и в Израиле, был тренером здесь, и дети его здесь выросли, много лет здесь был. К сожалению, ему пришлось уехать, ему не дали гражданство, хотя дети ни по-украински, ни по-русски практически не разговаривали. У него очень тяжело было отсюда уезжать. Андрей Гусин, львовянин наш, к сожалению, трагически побивший в автокатастрофе, тоже это Львовянин, который был игроком сборной Украины, ведущим сборной Украины и киевского «Динамо». Хочу сказать вам очень интересную вещь. Я недавно познакомился, ну, собственно, я слышал о них, но ближе я познакомился с семьей Каневских. Виктор Каневский, великий украинский советский футболист, капитан команды киевского «Динамо». Футбольная кличка Канева, когда болельщики скандировали, один из самых результативных игроков этой футбольной команды. Виктор Израилевич Каневский, которому в трудовой книжке, к сожалению, поменяли отчество Израилевича на Ильича. И он много лет был диссидентом, в конце концов ему удалось все-таки уехать в Соединенные Штаты, потому что, будучи действующим великим футболистом, его старались не приглашать, часто, хотя это игрок был великий, не приглашали в сборную союз, а что он случайно за границей что-то не сказал, или, не дай бог, остался. И меня нашла его племянница Наташа Каневская, которая выпускница Киевского театрального института и Академии внешней торговли Киевской. Мы с ней познакомились в интернете. Она узнала, что у нас существует такой союз. И у ней возникла идея зарегистрировать свою организацию, которая занимается Бабьим Яром. Она провела регату, посвященную жертвам Бабьего Яра в Киеве. Я сейчас скажу, я скажу сейчас, Маргарита, я скажу. И готова выставка, хотела бы привезти выставку в Израиль, дети Бабьего Яра. Я уже сказал, что это большая спортивная семья Каневских. Папа Наташи и родной брат Виктора Каневского, это Леонид Каневский, известнейший тренер по гребле, по академической гребле, который был тренером и сборной Украины, и Советского Союза. Воспитал массу чемпионов Европы, мира, Олимпийских игр, заслуженных мастеров спорта, мастеров спорта международного класса. И был в итоге последние годы, он работал директором спортивной базы Динамовской в Киеве. Есть еще один дядя, Валерий, но не спортивный. Значит, Наташа меня здесь познакомила со своим двоюродным братом. Мы ездили с Борисом Володарским в Иерусалим, Анатолием Каневским. Значит, ну как вам сказать, познакомились, он бизнесмен, мы, конечно, с протянутой рукой не ходили. Но, в общем-то, нам показалось, и как и Наташа сказала, что в будущем, может быть, он будет заинтересован, чтобы наш Союз был немножко спонсирован, чуть-чуть спонсировали. Насчет Динамо. Среди нас сидит капитан сборной команды Украины и львовского Динамо, по водному полу, очень известный спортсмен, Петр Ломакин. Вот он здесь, он Динамовец. Петя, пристань, пожалуйста, покажи. Петя, сюда поверни голову. А водное поло, львовская команда по водному полу, балладная из ведущих команд Советского Союза. Я прошу поднять руки, может быть, еще Динамовцы у нас здесь есть? В душе полруки поднять. Есть такая идея. Сейчас Вика нам два слова расскажет про свои познания. Вика, сюда, пожалуйста. Вика известная телерадиожурналистка. Я даже удивляюсь, как на радио приглашают таких, извините за выражение, поцов, как генин и отцепили Вику. Я имею право так сказать. Я имею право так сказать. Я имею право. Я имею в виду генина. Имею право так сказать. Спасибо, Александр Борисович. Во-первых, меня никто не отцеплял. Они перешли на утреннее обещание. Я работаю преподавателем. И я не могу когда... 35 детей на уроке и давать интервью в прямом эфире. Генин от этого не слал другим? Я не знаю, кто такой Генин. Я тебя познакомлю. Не надо. Не надо. Окей. Я, во-первых, хочу поблагодарить, что вы мне дали слово. И сказать... И сказать... Окей. И сказать большое спасибо, потому что это мой первый тренер во взрослом баскетболе. И дал мне путь в Киевское Динамо, с которым я стала чемпионкой СССР. Спасибо вам, Александр Борисович. И потом в Израиле. Я приехала еще в возрасте, в котором можно играть. И еще успела поиграть в командах здесь, в Израиле. И в сборной стала чемпионкой Израиля. Так что все. Началось с ДСК Львов. Еще хочу вспомнить Леонида Дербабу, который... Я училась в институте. В полиграфическом, когда была во Львове. Два года, по-моему, да? Два года я была. И насчет Киевского Динамо, так как я киевлянка, и папа мой болельщик такой заядлый Киевского Динамо, и я начал меня по телевизору приобщать к болению. И я ему как-то сказала, почему ты меня никогда не берешь на стадион? И он говорит, я тебя возьму. И говорит, у меня есть... Достал по блату два билета. Это был первый мой матч на республиканском стадионе, сегодня олимпийский. Два билета на ответную игру Суперкубок. Это был 75-й год, мне было 10 лет. Суперкубок, Динамо Киев, Бавария Мюнхен, два голоблохина. И так сказать, здесь у меня уже стала такая вот болезнь. После этого любой матч, который я могла, который я была в Киеве, и у меня не было занятости с баскетболом, я посещала все игры Киевского Динамо, потому что вот первая игра была, два голоблохина, и поление газет после игры. Сегодня я, как учитель, сказала бы, что это очень опасно полить газеты, когда не было фонариков, телефона, как сегодня дело. И, приехав в Израиль, я думаю, как я буду без Киевского Динамо, но я хорошо зарабатывала как баскетболистка, и на любую игру, в которой мы могли поехать, что это не мешало баскетболу, мы ездили за Киевским Динамо, и даже вот сейчас, когда, к сожалению, в такой тяжелой ситуации Украина, и Киевская Динамо летом вот свои игры Еврокубков принимала больше, мы решили поддержать, собрали довольно большую компанию, ездили на все игры в Лодь, потом в Краков, и на Градск, когда они играли штурмом, везде с флагами, чтобы поддержать Киевское Динамо, и как говорится, что есть две, нет, на те игры, которые мы были, это было в порядке, в Португалию с Бенфикой мы не поехали, потому что начался учебный год, я уже не могла, и как говорится, ты не можешь поменять две вещи в своей жизни, это мать, которая тебя родила, она навсегда, и команда, за которую ты болеешь, это навсегда, и как говорят на украинской мове про Киевское Динамо, однее життя, Динамо Киев назавжди. Я два слова добавлю, Вика очень здорово сама играет в футбол, для тренеров понятно, что спортивные игры, в том числе и футбол, очень, так сказать, вклиняются в подготовку особенно в игровых, да не только игровых, она здорово играет в футбол, здорово, у меня в команде была еще Валя Протос, и мы, собственно, на сборах как-то играли, ну, Дырдыр называется, так, наверное, маленький ворот, с профессиональной командой, с футболистами, и я вам скажу, что они с удовольствием брали их в команду, потому ничем не уступали профессионалам, футболистам. Сейчас мы посмотрим короткий фильм про Виктора Израилевича Каневского. Прошу внимания. Кирилл, там плей на дни. Я часто слышу тот осенний звон, как музыку запытого напева, когда рвел огромный стадион, скандируя неистоват Канева. И я тогда сильнее всех орал с трибуны среди Дарницкой посоты И помню, как мячи ты забивал с подкруткой в Бессарабские ворота. Канева, Канева шумит, ликует стадион, Канева 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 Наш первый чемпион Мне не забыть тех радостных минут Побед твоих, что выселись над нами Когда ты первым чемпионский путь Прокладывал для нашего Динамо И пусть с тех пор прошло немало лет Тебя мы любим и всегда любили Уже давно у власти больше нет Тех комиссаров Что тебя клеймили Канева Канева Шумит Ликует стадион Канева 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 Наш первый чемпион Ты прости наш славный капитан И вычеркни из памяти плохое Тебя встречает вновь седой каштан И киевское небо голубое И снова слышит тот осен изгон Как музыка далекого напела И рука плещет старый стадион И пацаны скандируют Канева 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 Шумит Ликует стадион Канева 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 Наш первый чемпион Канева Канева Шумит Ликует стадион Канева 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 Наш первый чемпион Канева Наш первый чемпион Чемпион Добрый вечер Говорит Виталий Гуревич Я родился в Харькове Вырос в Харькове Получил образование в Харькове И прожил в Харькове 35 лет После этого я 20 лет прожил в Израиле То есть Израиль моя историческая родина Харьков моя настоящая родина После этого я 10 лет прожил в Украине Поэтому мне близка Украина и близок Израиль Я вывез из Украины во время военных действий кого смог А тем кто остался я хочу помочь Пожалуйста Цель моего интервью это собрать как можно больше пожертвований Я знаю кто ими распоряжается Это честнейшие люди Я знаю их лично Они святые Надеюсь на то что все срастется и все будет хорошо И война закончится и люди будут жить Жить как жили Спасибо В детской спортивной школе которой руководил Валя Поляков Злужный тренер Украины Арбитр международной категории и прекрасный человек Валя к сожалению раньше времени ушел из жизни Но он нас успел познакомить Буквально за месяц до ухода он мне написал что у вас там есть Володя Рабинович пожалуйста найдите друг друга Он большой поэт Я думаю сегодня он нам что-то еще прочитает Но я пойду это вот А третий Рабинович про него мы сегодня много чего узнаем Это отдельная тема Где-то минут через 20 мы подключимся к этой теме Это очень будет интересно Вам понравится Это Лева Рабинович борец Мастер спорта Мастер спорта Боролся 48 килограмм Сейчас у него 50 килограмм в одном Это мои дорогие друзья детства Шварц Семен и Галя Мы со школьных лет дружим Семен ученый И так сказать Хобби вон за мэра небольшого города Нэша Израиля Семья Нэтица Катя и Давид Ну Я вам скажу Что Дня не было Утром Вечером У нас Мы ведем переговоры Решаем Большие вопросы с Давидом Катя Ассистирует Корректирует Эти вещи Так что Мы большие друзья Город Мастер спорта Известнейший Борец Который Приехал в Израиль Очень давно Прошел Две войны Боролся И в нашем городе Очень-очень уважаемый И активный Человек Мы вообще Очень любим Мы оба депутаты Депутаты Вот рядом С великим Рабиновичем Сидит не менее Великий Володя Фергер Тренер по борьбе Очень тоже Хороший Сильный Борец Тоже Он Всегда готов Нам помочь Он со своей Супругой Вот Володя Всегда нам Готов Помочь Продолжает Заниматься Тренерской Работой Вот Так что Желаем Успеха И на Международном Уровне Михаил Скрелевецкий Который Жил тут Я вам Всегда Про него Говорил Крещевал Нас Он жил Тут Немножко Выше И наблюдал За нами И потом Он имел Так сказать Компромат Против Нет Сейчас он Пересили Поменял Точку Там Запилин Гавари Он поменял Живет Рядом Со своим Домом Дима Жилковский Известный Конник Спортсмен Выступающий На Международный Сыграй Надеюсь Его Мы можем Скоро Увидеть Я должен Еще Устать Устать Яков Мозганов Известный Педагог Директор Школы Основатель Школы Шемах Макфет Школа Которая Выпустила Массу Великих Научных Кадров Ну что Интересно Эта школа Выпустила И хороших Спортсменов Шахматистов Прежде всего У них и чемпионы Европы Шахматная Академия Работала Вот Дима Корой Чемпион Мира По прыжкам Высоту Среди Молодежи Которые Готовятся Сейчас К олимпийским Играм Если он Квалификацию Убедит 228 Яша Я с Яшей Познакомился В детских Лагерях Шерлот Монфет Мы Вот с этим Милион Где он? Где он? Вот Нет Где Лернер? Я же тебе сразу Вот он Я его пропустил Как всегда Своих друзей Близких Иногда Забываешь Закрывали ему Весь порт С Олега Лернер Сейчас Вернемся К этому Делу Но с ним тоже Отдельный Разговор Миша Лагун Позглавляет Шахматный клуб В Натальи Тоже известный Человек Из Львова Из Львова Работник Электрокомпании Давно в Израиле Папа был Заведующий Кафедрой Боссом Ордена Рейнина Прочти Сами Стуки Валера Дангелевич Мастер спорта СК Львов Спортивный клуб Армии Львов Паскетболист Я его Кубок Пацаном Вот этого Узбека Я думал Это Узбек Оказалось Что он не Узбек Не рад Что я Увид Познакомился С этим Таким Малюкевиким Клубчиком Который Ставлен Люда Зубкова Не буду Говорить Что она Великая Спортсменка Но она Великая Любительница Спорта Она без Спорта Не могла Жить У нас Была Группа Хорошая Теннис Констольная Здоровительная Группа Взрослые Дети Но к сожалению Забрали Зал Ракетка У нее Еще сохранилась Так что Будем Надеяться Это Стол Техническая Поддержка Все Что вы Видите На экране Но не Все Здесь Не все Вот Помогает Жанна Мельник Опоздала Как звучит Лучше Жанночка Мельник Супруга Нашего Большого Друга Бориса Мельника Семикратного Чемпиона Мира Серебряного Призера Олимпийской Гене По стрельбе Который К сожалению У нас Покинул Вот Но мы Сегодня Еще Тоже Вернемся К этой Теме Чуть Чуть Попозже Жанна Немножко Опоздала Зубчик Болел Сейчас нормально Вот Ина Самолошвили Участница Это моя Супруга Участница Вот этого Нашего Спортивного Движения И Многих Демонстраций Поддержка Украины И Видеороликов Посольства России Там И На площадях И все Очень Так сказать Активно Этим вопросом Занималась Это Наш Товарищ Можно Сказать Болельщик Всего Спорта Олег Школьников Он Из Крыма Я всегда Говорю Крым Это Украина Вот И тоже Мой Очень близкий Товарищ Иногда Мы с ним Встречаемся Обсуждаем Пописать грамм Пьем Конечно Вот И нам Очень приятно Друг Другом Общаться Спасибо Наташенька Супруга Супруга Вот этого Товарища Самого Главного Саши Токарева Тоже Помощница По сегодняшней Встрече Вот А Саша Саша Это художник Художник Он тут Недавно Приехал С чемпионата Мира По волейболу Был Акредитован Ну будем Так называть Акредитован Украинской Делегацией Может быть Нам удастся Сегодня Посмотреть Его работы С этого Мужского Чемпионата Мира По волейболу Вот Надеюсь Он нам покажет Он снимал И все ролики Поддержка Украины И ролики Легкоатлетической Сборной Украины Чемпионат мира Чемпионат Европы По водному полу И женщины И мужчины Здесь в Израиле Проходили Вот И ну что вам сказать Таких людей Единицы Чтобы Всегда готов Как говорится Помочь И включиться В работу Вот Теперь перейдем К этому Столу Я его называю Профессорско-преподавательский Стол Хотя у нас там Профессура тоже На тех столах Вот Значит Борис Маглагарский Первый кто Наук Первый кто Организатор Самой первой встречи Выпускников Преподавателей Львовского института физкультуры Это было Давно 91-92-й год 94-й 94-й год Леонид Ратнер Ну Леонид Что тут говорить Можно только поклониться Тренер Команды Женской Во-первых Из Запорожья Во-вторых Тренер Женской Команды Сборной Украины Которая стала Бронзовым призером Олимпийских игр В Афинах Вот Характер имеет Стойкий Нордический Иногда Заканчивает Игру за дверями Вот Бывает Такую Но наш человек Наш человек Всегда готов Как говорится Это у вас супруга Галина Которая Во всех его победах А можно Минуточку Галина Скажите Кто это такая Людмила Людмила А Понял Я прошу прощения Открыли тайну Прокололся Леня прокололся Ну что поделаешь Прокололся Вот С этими людьми Я извиняюсь Мы Я знаю Только Скажи Фамилию Мы познакомились Только Сегодня Не успел Даже близко Подойти И вам пожертвую Вы представьтесь Пожалуйста О Характер Представлю А Стоп Кое-что Я все-таки Знаю Это Это Государственный Тренер Украины По Запорожской Области Игровых Видов Спорта Правильно Фамилия Цветкова Пожалуйста Значит А Запорожская Область Это все-таки Серьезно И гонбол И казачка Баскетбольная Команда И мужская Короче 50 лет в Запорожье 50 лет в Запорожье И только Игровые виды Спорта Наш город На Украине Называли Столицей Игровых видов Спорта И не зря Наверное Называли У нас было 33 команды Которые Участвовали По разным Игровым видам Спорта Которые Принимали Участие В высшей Суперлиге Ну и некоторые Из них В первой Лиге А так Действительно Такое большое Количество Команд Даже в городе Киеве Не было Мне пришлось 50 лет Быть Работником Спорта Из них 20 лет Я была Работником Спорта Министерства Украины Вместе С прекрасным Заслуженным Перезаслуженным Самым-самым Великим И талантливым Тренером Ганбола Это Леонид Анатольевич Раку Семьем Мы проработали 15 лет Со сборной Командой Украины Душа в душу Мы с Там И подружились Мы в общем-то Едины Уже много-много лет С нами работали Еще много тренеров Ганболи Я знаю Тренеров Ганбола Баскетбола Волейбола Очень приятно Что здесь тоже Присутствуют Люди Которые Имеют отношение К игровым видам Спорта Я думаю Если Ну Многие из вас Уже давно Уехали С Украины А я только 8 месяцев Нахожусь Здесь в Израиле Мы новые Репатрианты Мы беженцы Можно сказать Но сегодня Так сложилась Наша судьба Мы здесь Здесь нашли Своих друзей Здесь нашли Своих людей Благодарны Этой стране Что нас приютили Что мы здесь Думаю Что это может И будет Надолго Так как Мы имеем Полностью Гражданство Хотелось бы Не покидать вас Быть с вами И если нужна Наша помощь Мы поможем Я в общем-то В Запорожье Воскровняла Ассоциацию Ветеранов спорта У нас была Такая ассоциация Ветеранов спорта Работа мне Это очень знакома Я всегда готова Помочь Если вы Мне предложите Что-то В чем Вы ставите Спасибо вам Большого Удачи вам Счастья Здоровья И супруг ваш А вот Детский Он директор Детской спортивной Школы Насколько я понимаю Он настоящий Казак Он скажется Он вообще Легкоатлет Всю жизнь был Легкоатлетом И работал Тренером Как вас Владимир Антонович Владимир Антонович Он директор То что я знаю Информацию Директор Детской спортивной Школы Это сейчас Он уже перешел Национальный вид Борьбы Спас Есть такой у нас На Украине Вид спорта Спас Не олимпийский вид Но это национальный вид Он признан Этот вид спорта У нас тут Целая кафедра Борцов Мы можем Устроить Спас Спас Петя Ломакин Ну я вам скажу Опять таки Рядом Могу постоять Дока Саши Что не попросишь Что не Всегда Он безотказно Поможет Всегда Куда хотите Приедет Куда что Ну просто Чудо-чудо Человек Сразу видно Что Луганин Сразу видно Это капитан Сборной Украины По водному полу Витя Карасев Витя Карасев Приятнейший человек Работал много лет В самой великой Игровой команде Гонбольной женской Киевского спорта 16-ти кратного Чемпиона Европы Витя работал Начальником команды Много лет Так что Витя Не потерял Тем не менее На такой профессии Не потерял Ни присутствия Духа Ни человеческой Доброты Очень добрый Порядочный Человек Тоже всегда помогает И супруга И у Женя Тоже Они соответствуют Друг другу Первый раз Пришла сегодня К нам Вот Скромная женщина Она сидит Так Наблюдает За нами Ее зовут Калинила Таня Правильно Она Была Очень ответственным Человеком В футбольной Области На Украине Связана была С мини-футбол Правильно Правильно Сама Она из Донецка Из Донецка Ну Были предложения Ей даже Возглавлять Сборную Команды Ну Это все Было На грани Или Или Начинать эту работу Или уезжать Израиль Она выбрала Правильно Нет Прошу Прошу Таня Калинина Я занималась Мини-футболом В Донецке У нас команда Была Телеком Если кто помнит Мы единственные Которые были Приглашены Из стран Из СНГ За границу Выступать Турниров Ну Потом Федерация Мини-футбола Попросила Чтобы я ушла Из мужского Футбола И занималась Женщина Велопробег В честь Десятой Годовщины Незалежности Украины Мы первые Донецкий Укртелеком Провел Велопробег Это Это было И по телевидению И по радиусу 112 стран Если кто помнит Эти годы И 2001 год Один из воспитанников Мини-футбола Он попал В сборную Украины Ну так как Я не Физически Не занималась Мини-футбола Сказали Если бы я занималась Мне бы дали Заслуженного Работника Так как Мой воспитанник Попал в сборную Украину Ну я не буду Рассказывать Я думаю Что вы будете Постоянно Участником Встречи Я с Казашей Так что Вы подготовьте Весь Минкодиал Там Саши Я пропустил Тут Сидит у нас Известный Тренин по гребне Саша Судаковский Вот Очень Стромный Человек Я пропустил Его Вот Ну пару Что скажем Я даже Слегка Смутился Ошарашен Как у нас Говорят Когда Сказали Что очень Известный Тренер По гребле Я добавил Как у нас Говорят Азохан Вэй Я больше Скажем так В академической Гребле Больше Все-таки Известен Был как Спортсмен Спортсмен Был Получше Потом Тренер Я не успел Много поработать В Украине Потом Я уехал В Израиль Но в Израиль Я продолжаю Работать Тренером По академической Гребле И Учителем В школе Ну в общем И Стараюсь Чтобы Такой В этой В этой стране В которой Даже нет Канала Гребного В то же время Были Гребцы Но это Все равно Скажу так Вот это Как Например Представьте Вот борцы Вот представьте Готовиться к соревнованиям Например во дворе В доме Без залов Без ничего Или там Плавание Готовиться к соревнованиям По плаванию В море Тоже Вода есть Как бы Плавать можно Теоретически Или к соревнованиям По футболу Там тоже На улице Поставить там Ворота Из двух кирпичей И значит Типа играем в футбол Вот приблизительно Так же у нас С нашим видом спорта Но тем не менее У нас есть Спортсмены Которые участвуют в чемпионах мира Европы И мало того Среди инвалидов У нас есть даже Чемпионка мира Есть призеры Олимпийских игр То есть Как-то продвигаются Вот Ну и спасибо Что назвали меня Еще и известным тренером Нет Ну скажем так В общем Если говорить про Израиль Я наверное Очень известный Израильский тренер Как говорил Мой тренер Который К сожалению Несколько дней назад Он умер Файбышевский Владимир Ильич Он говорил так Когда еще Мы были спортсмены Он нам говорил Вы Первая двойка ШВСМ Ну двойка Лодка Первая двойка ШВСМ Потому что Второй нет Так вот Я наверное Израильский тренер По академической гребли Может быть Наверное Первый Второго нет Спасибо Спасибо У нас Регламент Я дам слово Якову Москану Может Спасибо 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 Про Сахалин Человеку Исполнилось 85 В этом году Июле И он не знает Что сказать До сих пор 90 Ты же не даешь Сказать Ты же не даешь Сказать Ну да Видите как А выглядит На 85 Исполнилось 90 А выглядит Выглядит На 80 Что там 85 Сейчас А потом А потом премьер А потом премьер-министр Он от имени Министерства Дал 80 миллионов На новые здания И сейчас И сейчас построено Новое здание Школа Только Значит Здания Такого больше нет В Израиле Просто музей образования И я приглашаю Если Алик организует Это просто Получите огромное удовольствие Мы там заодно и посидим Не обязательно Только вот 26-го Встречаться Я просто Всех приглашаю К нам в школу Правда Она теперь называется Не Шевахмофет А имени Переса Переса у нас был Правда Много в школе Привозил туда К нам Горбачева Они пели Катюшу вместе С нашими ребятами И я по-моему Рассказывал Горбачев сказал Ой, ребята Я так тронут Как будто в Советском Союзе Побывал Горбачев Надо было развалить Чтобы в Советском Союзе Побывать Толя Вот Значит Я, конечно Еще раз Огромное спасибо И Алику И всем организаторам Вот этих наших встреч Я приобрел здесь Очень много друзей Я получаю Огромнейшее удовольствие От нашего общения И вижу Что Как В области Математики Физики Науки Очень много Выдающихся людей Так и в области Спорта Я вижу Людей Я даже не представлял Что так много Такой большой Класс Такая большая среда Мощная Людей Которые Растили Спортсменов И продолжают Их расти Здесь В Израиле А в связи с тем Что вот Не исполнилось Немножечко Вот лет Тут Возникла Некая Ассоциация Уже Знаете Волей-неволей К таким годам Возникают Такие вещи Начинаю вспоминать Что было Когда моей маме Исполнилось 70 Я подарила Телевизор Вместе с ее Друзьями У меня мама Была принципиальный Партийный Такой еврейский Человек С орденами Со всеми Со всеми Нет Дай мне список Тех кто Внес деньги Я Не надо мне ничего Она людям Всю жизнь Помогала Говорю Мама Это гордыня Ты людям Всю жизнь Помогала Дай им Возможность Тоже тебе Помочь Спорт Меня воспитывать Мне уже 70 Мне было еще Я был молодой Мне было 47 Мама Если человеку Остается жить Хотя бы Один день Его не поздно Воспитывать Он этот день Проживет По другому И моя мама С этим телевизором Прожила еще 20 лет До 90 Ну вот Я до 90 Дожил В этом году Получил продление Паспорта На целых 10 лет Будет Видно Собой И еще Я чуть-чуть Додержусь Когда я Директором школы Работал В Москве Отцом Одного из мальчиков Был Марк Бернес Я попросил Его провести Концерт Для директоров Школ Нашего района Он провел Этот концерт Я сидел Сбоку На сцене Он изумительно Вел этот концерт Он обращался Микрофон Работал плохо А без микрофона Ему тяжело Бернесу было И он значит Директорам Говорит Вот вы такие Замечательные Пожелания Ученикам Да-да-да-да-да-да Вот я был там Оборачиваются Сзади трое ребят Которые ему Аккомпанировали Он на них Все зло срывал Он оборачивался И Бат-бат-бат-бат-бат-бат-бат-бат Там директорам Аккомпанировался Та-да-да-да-да-да-да Но Ему оставалось Жить меньше года А пел он Песню вот какую Не подводите Пока что итога Самый лучший Наша дорога Все еще впереди Все еще впереди Самые лучшие И песни не спеты Самые лучшие Он пел Девушка Самые лучшие Внучечка Где ты Все еще впереди Все еще впереди И потому что Вся жизнь Ожидание Сеется хлеб И возводится здание Все еще впереди Все еще впереди И от того, что Вся жизнь Будет вкушенье Создан лучший В мире Творенье Все еще впереди 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 И вы для них меня подталкиваете Я еще и наш пленник займу Знаете, есть личи какие-то Знаете, которые определяют всю жизнь В этом смысле для меня Продвело впечатление особое Стихотворение Левитанского Вы знаете, может быть Каждый выбирает для себя Женщину, религию, дорогу Дьяволу служить Или пророку Каждый выбирает для себя Каждый выбирает для себя Слово для любви И для молитвы Шпагу для дуэли Меч для битвы Каждый выбирает по себе Каждый выбирает по себе Щит и латы Посох и заплаты Меру окончательной расплаты Каждый выбирает по себе Каждый выбирает для себя Выбираю то же, как умею Ни о чем на свете не жалею Кулихат, Бухер Каждый выбирает для себя Ребята А на закуску всем вместе Жил отважный капитан Он объездил много стран И не раз он пороздил океан Раз в 15-е годы Погибал среди англ Но не раз он даже глазу не махнул И в неделю И в бою Напевал он всюду Месенку свою Капитан, капитан Помогитесь Ведь улыбка это франк корабля Капитан, капитан Помогитесь Только смеси покоряются моря Но Однажды капитан Был в одной из дальних стран И влюбился Как простой мальчуган Раз в 15-е год краснел Зайкался И бледнел Но ни разу улыбнуться не посмел Он мрачнел Он худел И никто ему по-дружески не след Тихонечко Капитан, капитан Улыбнитесь Ведь улыбка это франк корабля Капитан, капитан Подтянитесь Только смело покоряются моря Капитан, капитан Улыбнитесь Ведь улыбка это франк корабля Вместе Капитан, капитан Подтянитесь Только смело покоряются моря Капитаном с белыми капитанами Бежим Спасибо Маленький Привет Союз спортсменов Союз спортсменов Хотел бы наградить Тех людей, которые особо Отличились Или их родственники особо отличились Своей работой Своими результатами Такой есть у нас товарищ Как Григорий Кровецкий Это ветеран баскетбола города Львова Который Который встречал команду ветеранов баскетбольную Все сделал для организации той встречи Она была не так давно Который участвовал в подготовке этой встречи Которого знает посольство Украины Потому что всегда он забирает документы Чтобы вовремя довести их Мы хотели бы наградить Григорию Кровецкому Ветерану баскетбола места Львова За организацию изустричи спортсменов и тренеров Витспилки спортсменов Будь ласка, Гриша Дело в том, что Гриша Прекрасный был баскетболист Львовский Закончил он тоже политехнический институт И он один из учеников моего папы Бориса Цамалашвили Один из лучших учеников Я хотел бы вручить этот кубок Среди нас есть женщина Жанна Мельник Которую я уже знакомил у вас Не первый раз знакомлю Вот она здесь Жанночка, можно тебя? Будешь держать? Сейчас я тебе вручаю Потому что я сейчас пару слов скажу Держи крепко Крепко держи С Борей мы очень дружили Боря много лет выступал за сборную команду Советского Союза Он армеец, скальвов Подполковник Семикратный чемпион мира Одиннадцатикратный чемпион Европы Серебряный призер Мюнхенской Олимпиады Где была расстреляна израильская спортивная делегация Я хотел бы все-таки прочитать секретарение Хоть я его читал Еще раз, я не знаю Я тебе давал или нет? Отдал? Сейчас я прочитаю Секунду Я прочитаю Вашу награду А ну давай Почетно Уже Нет, она печаталась в газете И я вам уже читал Но опять-таки По такому случаю Можно По такому человеку Можно еще раз В серебряном прицеле Борис, ты прав Только в десятку бей Но думаю, что счастье не в рекорде И не в деньгах Ты тот крутой еврей Кто ксенофобам бил победами по морде Ты побеждал везде В Европе В мире А золотое серебро Олимпиады Гвоздем дырявили мошенники В сортире мишень Лишив тебя той золотой награды Им было не понять Свои награды Хоть так трудны, сложны пути К заветной цели Ты отдал бы, чтоб террористы Гады мелькнули в мюнхенском серебряном прицеле Стрелять или не стрелять Ну а сомнения были Бить или не бить Борис, вопрос ведь не простой Ты знал, что эту бы мишень Тебе не подменили бы А было бы ружье Твой выстрел был бы точно золотой Память о Боре запечатлена На Венеце Борельеф есть На стене техникума Память о нем запечатлена И, естественно, спортивная общественность Я помню, как его человек Спасибо Этот кубок я хотел бы вручить Борису Володарскому Арбитр международной категории Председатель коллегии арбитров Украины Многолетний Очень уважаемый в мире судья И самая большая заслуга Он первый организатор 26 лет назад вот этой встречи Я хочу добавить к этому ко всему Что вот эти кубки Эти кубки По нашему заказу Купил, сделал надпись и передал со мной Льва Лянин Масиспорта подзюдо Лазарь Каплун Который в настоящее время является депутатом Городского совета Хайфы Был вице-мэром В настоящее время он в принципе баллотируется Тоже через год будет каденция Перевыборы мэра Хайфы И он, наверное, будет баллотироваться На то, что в совет Мэрию это 100% Он просил от него Так как он сам развивает В Израиле и в Хайфе Виды борьбы В последнее время принимало участие В соревнованиях подзюдо 800 детей в Нэшере Это благодаря ему и его деятельности И я хочу просто от него Чтобы мы все поблагодарили его За то спонсорское участие Которое он подготовил к нашей встрече Будьте добры Награжденные Борисович Жанна И Гриша Вместе с кубками Я могла ему просто это передать Позовите Гришу, пожалуйста Пошел А вот Гриша А можно с вами? Надо передать ему Он меня очень об этом просил И я присоединю Не-не-не-не Постояните Все-все-все нормально Еще и старинные часы Спасят Свидетели и судьи Когда ты в дом входил Они слагали пик Звонят тебе во все колокола Упоемся Жизнь невозможна Повернуться назад И время не дарит Я с тобой И одинок мой дом И я одинок мой дом Еще идут старинные часы Браво, браво, пары присоединяются Еще не вечер Еще не вечер Еще светла дорога И ясты глаза Еще не вечер Еще не вечер Еще шаганим рядом С тобой безоглядно Пусть говорят Что приближается гроза Пусть говорят Что будут и сердца И глаза Только не буду верить Я таким словам Никому тебя Я тебе отдам Я ищу вас спасенья И мечтаю, сидя в этом зале Вместе с вами Быть на сцене Вместе с вами Музыке служить Я вам спою И еще давить Не петь свою А жизнь свою Нельзя вернуть Любовь и жизнь Но я аутист Я повторю Спасибо Спасибо Дорожай Спасибо Дорожай Дорожай Болон Дорожай Ярко солнце, и смеются дети И мне рука, руку, идем с тобой рядом И говорить не надо, все это понятно И мне приятно все вам говорить Живаю, чтобы все были здоровы И чтобы над вами сияло солнце, я в Чечен Дай так скорее, чтоб доставить живы Что отворяли с нами и чтоб наши дети вас рады Ай-ЛА-ЛА-ЛА-ЛА ЛАЙ-ЛА-ЛА ЛАЙ-ЛА-ЛА И я желаю мира И добра желанию, и каждому здоровья От всей души желаю, и мне немного надо Хочу, чтоб были рядом любимые и вся моя родня Желаю, чтоб вы все были здоровы И чтоб мы над вами сияла солнце Я включила на вода на скале Чтоб достали в шире, чтоб горя не стали И чтоб ваши глаза радовали Ае-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра А уют станет Ярко солнцем, и смеются дети И мы рукой рукой идем с тобой рядом И говорить не надо, все и так понятно, и мне приятно все подговорить. Желаю, чтоб ты все близ на ноги, и чтоб ты говори, Сияла золкая, че-чема, да, 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 да. Сияла золкая, че-чема, да, 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 да Шпиль-бананайка, шпиль-бананайка, фрейг завзай. Ласкенен бремен у недохерен, Ласкенен бремен венен он трен. Ласкенен бремен у древушек. Ласкенен бремен венен он стрельер. Лdosкенен бремен в землю. Ласкенен бремен вне транкет. Ласкенен бремен венен он тренок. Лескенен бремен у недохерен. Он работал вuspени в венен он тренок. У倍 하цедание, шпиль-бананайка, фрейг завар. Уж венено вер гий. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день всем. Я Петр Ломакин. Прошлым игрок Динамо Львов по водному полу. Игрок сборной Украины. По национальности русский. Я хотел бы обратить внимание всех, кто это слышит. С обыкновенной просьбой просто думайте. Это вторжение в Украину это настоящая война. Это нужно остановить. Это безумие. Причем это безумие происходит непонятно по какой причине. Причины выдуманы специально, чтобы совершить это нападение. Все люди, которые знают меня, которые просто слышат это видео. Просто подумайте, сопоставляйте факты. Сделайте хотя бы что-то, чтобы это закончилось. У меня все. Так, внимание. Ну, с этим молодым человеком я вас уже познакомил. Это Лёва Рабинович. Мастер спорта по борьбе. Весе 48 килограмм. Да, в лучшем. Для затравки я вам прочитаю вот такое короткое предложение. Для затравки. Борисович, секунду. Вам тоже желтая карточка. Внимание. Такое вот предложение. Податель всего... А, податель... Видите, какое огромное. Два предложения. Податель всего громоздкого подношения. Лёвчик Рабинович. Любимый мной и воспетый мной. Всегда твои. Белла Ахмадулина и Борис Масерет. Значит, Лёва всегда скромничал, когда к нам приходил. Да. Всегда скромничал, никогда не признавался. Сейчас, недавно, под пытками, я проверил его архив. И обнаружил там чудеснейшие фотографии, которые просто нельзя не предъявить. Хранить их где-то, прятать от людей. Значит, эти вещи сейчас мы... Некоторые. Некоторые. Фотографий было, наверное, полторы тысячи. Ну, я отобрал где-то сотню. Сейчас мы попробуем некоторые вещи тут показать на экране. Саша нам поможет. Оказывается, он в близких, в очень близких, не то что дружеских, а в друзьях у Юрия Никулина оказался. Много фотографий сделанных у него дома, в Иерусалине, на Мёртвом море. Владимира Абрамовича Этуша. Плесецкой Майи. Андреева. Да, Владимира. И многих, многих, многих еще Быстрин, Елена Быстрицкая. И на самом деле, на самом деле, я просто, нет, ну мы не будем говорить, просто я говорю, Лёва, как получилось, что ты с ними познакомился? Он, правда, до конца свой секрет не рассказал, но, в всяком случае, сейчас мы кое-какие вещи тут увидим. Значит, пару слов. Добрый день. Я ездил на свой диктсу, она и была никакая, сейчас что-то уже стало. Я бы, наверное, медленно, гнятно, и слово все понятно. Я бы, вообще, родственники по крови, есть родственники по жизни. Вот все люди увидят, которые родственники по жизни. Значит, Саша, ты готов? Да, нет? Значит, пока будут искать эти фотографии, сейчас их запустят на экран, значит, случай из общения с Юрией Никулиным. Значит, приезжают они на Мертвое море, с Юрией, Давид, послушай, интересно, приезжает Лёвчик наш на Мертвое море с Юрией Никулиным. Ну, отдохнули немножко, едут обратно, остановили машину. Ну, в машине были разные вещи, там, для кинейры, для рыбалки, все. Никулин берет удочки, идет к Мертвому морю, забрасывает удочки. Ну, и сидят они, сидят. Ну, вы же понимаете ситуацию, да? Машины проезжают по трассе, останавливаются, смотрят. И уезжают дальше. И они так посидели где-то около часа. И Никулин говорит, вот ты посмотрел. Даже ни одна Б не сказала, что здесь рыба не ловится. Второй случай. Это я рассказываю за него, я взял на себя такую смелость, он меня припошлял. На 75-летие Никулина, где торжество отмечали в цирке имени Никулина. И Лёва торопился, был приглашен, один из лучших близких друзей был приглашен. На самолет немножко опаздывал. И вот сидят все это, бригада заслуженных артистов, там, министров и т.д. и т.п. А Никулин не дает отмашку. Не начинает, да, не начинает. Ну, в чем дело, давайте начнем уже все. Он говорит, не, Рабинович опаздывает. Пока не будет Рабиновича, говорит, мы не начнем. Вот такой эпизод. Следующий. Я слышу музыку, не слышу уют. Она приходит к нам, словно любовь. И ты одной, и шустяки. Тебя одну, лишь я люблю. Ты и за тебе, родной и нежной, Все помыслы мои и все мечты. Тебе одной и моей надежде Я посвящаю музыку любви. Судьба досталась нам, Нелегкая в разрезах я. От дома ты, но словно луч, Надежды светит мне. Глаза твои ты только жди. Ты и за тебе, родной и нежной, Все помыслы мои и все мечты. Тебе одной, моей надежде Я посвящаю музыку любви. Я знаю, скоро с тобой мы встретимся, Господь терпенье. Ты ей пошли, тогда с тобой. За руки взявшись мы Пойдем по жизни. Вместе я и ты. Ты и за тебе, родной и нежной, Все помыслы мои и все мечты. Тебе одной, моей надежде Добрый день. Меня зовут Михаил Лагун. Я нахожусь в Израиле, в Тель-Авиве. Я уже в Израиле 32 года. С этой святой земли для трех религий Я хочу выразить мнение народа Израиля. Народ Израиль полностью, Однозначно поддерживает народ Украины. Я сам выходец с Украины, с города Львова. Шахматист. И все мои друзья, которые остались во Львове, Понимают, как мы здесь, в Израиле, поддерживаем. Сегодня Украина показала, что она независимая страна. Путин думал, что он победит в течение двух дней. У него ничего не получается. Можно сказать в двух словах. Слава Украине, героям слава. Спасибо. Известный Израила, израильский тренер по теннису, по лам-теннису. Тоже Робинович? А куда же Робинович? Добрый вечер. Когда мне Алекс сказал, что здесь будут знаменитые люди, Я не мог просто не прийти, Потому что в Израиле я знаменитых людей не видел, Все время на комнате. И работал, и сейчас уже продолжаю работать. Поэтому я подготовился, скажу откровенно, Он мне сказал. И я долго ждал этого момента, Чтобы встретиться с достойными людьми. Мои вам от души аплодисменты. Вы столько совершили для страны. Благодарю за приглашение быть с вами. Душой останемся. Мы молоды всегда. И никакое средиземное цунами Не выбьет нас с житейского седла. Я хочу прочитать вам одно стихотворение. Просто прочитаю. Вы все поймете. Кружился лист осеннего сыром ветру. И не хотелось ему с жизнью расставаться. Когда был молодым, То нравилась ему та ветка, За которую он мог держаться. Сейчас же он летал, То вверх, то вниз. Цеплялся за деревья, Крыши и дома. Садился мимолетно на окно, Карниз, И вновь взмывал высоко В облака. Он жить хотел, Немного пожелтевшим. И жажда жизни была очень велика. Он помнил, Как висел зеленый, Пожелтевший. Все листья любовались им издалека. Кружился и летал, Оторгнутый от ветки, Борясь жезли свою, Кончины сбегая. А рядом просто падали Листики соседки. Оранжевый ковром, Всюземный пустевая. Я вам желаю быть похожим На этот лист. Спасибо большое, Володя. Ждем новых Произведений. И тренер по шахматам. Олег Лерна. Первый в Советском Союзе, Который подготовил, Стал чемпионом Советского Союза С командой детей, Белая ладья. В настоящее время он продолжает работать, Он международный мастер по шахматам. Но Он не только Я не мог даже подумать, Что шахматисты Такие смелые люди. Они оказываются В состоянии прыгать С самолета на парашюте. Сейчас мы посмотрим, Как этот товарищ Как этот товарищ Вел себя В полете. В полете. Перед этим Я вам прочитаю Короткую эпиграмму. Зовут Моего друга Олег Лерна. Умеет научить И знает, Как увлечь. Системой клеточной игры Владеет Во как! Пускай ивриты слабоват, Но шахматная речь Ему далась. А в шахматах Он дока. Значит, он дока Не только в шахматах, Но еще и в прыжках с парашютом. Смотрим На экран! На экран! Три, два, один. Доброе утро! Добро пожаловать В Царатханью В Гоу Джамп! Как дела? Отлично! Вы пришли сегодня Прыгать с самолета. Отлично! Почему? Почему вы это решили сделать? У папы денег Люблю близких! Молодец! Хотите что-то пожелать Папе? Удачного приземления! Бежит! И быстрее в бассейн! О! О! Хорошо! Хочешь что-то пожелать? Делаю! Пока! Ну все, до встречи тогда Увидимся в самолете Пока-пока! Удачи! 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...